Всем привет! Сегодня на спонсорских площадках вышла новая история в раннем доступе. Всем рекомендую ознакомиться. Ссылки в закреплённом комментарии. Авторы Герман Шендеров и Сергей Тарасов. ЗНАТОК СКАЗ ПОСЛЕДНИЙ Эта аудиокнига записана при поддержке сайта Книговухи. Хоть на выклятом млыне Максимка уже бывал, а всё же всякий раз передёргивала его от вида этого проклятого места. Он вспомнил, как в детстве мамка выговаривала ему «Не ходи на млын, там люди тонут». Тёмные лопасти мельничного колеса нависали над заросшей ряской запрудой. Когда-то бодрая речушка нашла здесь своё последнее пристанище, пересохла, зацвела, обзавелась топким илом и новыми жильцами, квакающими лягушками и скользящими по воде жуками-плавунцами. Первое время, пока они с будто подменённой кем Анной Демидовной пробирались через лес, всё вокруг дышало мраком и тьмой, будто смотришь на мир через синюю стекляшку. Зоркий глаз Максимки отмечал в полутьме шмыгавших тут и там навьих мелких тварей. Они испуганно шныряли, не находя себе места. Из лужи в лужи сновали кикиморы, нервно копошились в норах лесовички-боровички. Тащил куда-то прочь своё прогнившее бревно уже знакомый Максимке Бай. В небе вместо полуденного солнца светила, висела, щербатая, хищно оскалившаяся луна. Одолевали глупые сонные мысли. «А где солнце-то? Неужто луна теперь всегда будет?» Чуть погодя, полумесяц резко пропал. Его место заняло привычное светило, озарило всё кругом лучами закатного света так, что даже под веками заплясали яркие зайчики. Будто очнувшись, разом запели птицы высоко на кронах деревьев. Самозванка выругалась. «Пришибли Кравчука таки!» «Ну, дело сделал и ладно». «Кого-кого? Кравчука?» переспросил Максимка, но от него лишь отмахнулись. «Анна Демидовна, или скорее то, что ей прикидывалось, шагала первой, прокладывая путь. Они шли сквозь самую чащу леса, через бурелом, распроставший всюду ветки и валежник. Демьян-то всегда ходил по тайным звериным тропкам и старым тропинкам, скрытым от людских глаз, а самозванка перла на пролом, ничего не опасаясь. Максимка начал догадываться, чего у ней ноги такие исцарапаны. Сам-то он был в старых демьяновских сапогах, но самозванка словно не ощущала боли, наступая босыми ногами на упавшие колючие ветви и раздирая колготы о кусты репейника. «Анна Де, мы куда идем?» простонал уставший Максимка в какой-то момент. На шее у него болтались нанизанные на нить зубы, и стоило сбавить шаг, как те начинали врезаться в кожу, душили. Попытка незаметно снять гадское украшение обошлась дорого. Поводок затянулся так, что едва нядчик рыжил пальцы. «Потерпи, недолго осталось», и потянуло его за собой через лесной бурелом. А затем, когда спереди, наконец, показалась мельница, Анна Демидовна неожиданно присела на корточке, задрав до ягодиц юбку и испустила струю вонючей коричневой мочи. Максимка отвернулся, его едва не стошнило, хотелось убежать прочь. Но поводок держал крепко. «Только дернись, сразу в цепице». «Куда мы идти? Что мы делать?» спросил Максимка по-немецки, в отчаянии, наплевав и на произношение, и на грамматику, в надежде, что в мозгу учительницы всё же шевельнётся что-то от настоящей Анны Демидовны. Но та лишь уставилась на него с недоумением, поправляя юбку. «Чего?» Совершенно несвойственным Анне Демидовне деревенским выговором спросила самозванка. «Ты по-немецки шоль шпаришь?» «Значит, это всё-таки вы, да?» тоскливо спросил мальчик. «Фрося. Акулина, то есть». «Да, адливый!» хрипло хохотнула та, совсем по-демьяновски потрепала его по голове. «А ты, Аткель, моё имя знаешь. Дьёма сказал?» «Он». «И як? Всё рассказал? Ничего не утаю?» «Ну...» «Всё, наверное», — рассказал, как вы его на войну проводили. «И умерли потом». «Тю! То лишь присказка была. Сказка-то впереди!» И, взяв Максимку под локоть, Акулина в теле учительницы повела его к мельнице, чьё тёмное отражение дрожало посреди рязки, хоть и было совсем безветренное. Возвратившееся солнце било в глаза, но и руку поднять, чтобы заслониться от слепящих лучей, не получалось. Строг был поводок. Млын вырастал из-за деревьев тёмными иномирными очертаниями. Позеленевшее, будто заплесневелое зеркало пруда, рассохшееся деревянное развалино и отвисшее колесо всё в водорослях. Когда Максимка побывал тут в прошлый раз, обитавшая в пруду фараонка едва не откусила ему голову. Ноги будто упирались, но зубья спуску не давали. Сразу цеплялись. Шагай, мол. Вилась мошкара, стрекотала в кустах. Синхронным кваканьем встречали сумерки лягушки. Подойдя к старой мельнице, Акулина присела на её переломанные, покосившиеся ступеньки. Произнесла задумчиво. «Ведь эту мельницу мой дед построил. Задолго до того, як нас красные раскулачили. Раня тут река тякла. Колесо крутило. Мы всему задорью хлеб давали. Всех кормили. А нонче. Мельницу большевики отобрали. А речушку по другому руслу пустили. На ирригацию, значит. А тут-то вон. Сгонило всё. Она сорвала травинку, пожевала её межзубов, между чужих зубов, и посмотрела внимательно на застывшего без движения Максимку. Поводок больше шевелиться не велел. «Давно ты у Дёмы в учениках?» Максимка заметил, что глаза у неё совсем иного цвета, чем у Анны Демидовны, синие, как две ледышки. «Ты присядь. В ногах, правда, нет». И он плюхнулся задницей на траву с таким усердием, что аж в копчик отдалось. Не хотелось вновь ощутить, как мелкие, будто молочные зубки впиваются в кадык. Ответил хрипло. «Два, три месяца». «Значит, соказать уже успел про меня. Доверяет Табье, видать. Дёма-то он недоверчивый, что твой волчок. А я ж его совсем с измольства взяла. Чуть с Табье старше был. «А вы? Вы правда мёртвая?» спросил Максимка. «Мёртвее некуда», криво усмехнулась Акулина. «Дохлая, як зоотехник тот, Остап Власович». «А трупешник мой, вон он, тама». Она небрежно махнула в сторону пруда. «С Нинкой рядышком лежал. Нонче одна труха осталась». «А як же вы? Здесь, коли вы мёртвая. Вишь, дело не конченное есть. Должок невозвращенный». Черты лица, украденные у Анны Демидовны, плыли и искажались. Одна сторона обвисла, другая дёргалась лицевыми мышцами, шея как-то странно по-лебединному выгнулась. Сама не знала. Вишь, что, как оно бывает. То-то фроська старая помирать боялась. «Теперь-то я много чего знаю. Гляжу на Дёму со стороны, да смеюсь. Ходит, недоучка. Не знает, как мир вкруг нёг работает. А ты-то чё? Ты хочешь узнать?» Петля на шее вновь, будто обладающая своей волей, принялась затягиваться, и у Максимки хватило дыхания лишь на один кивок. «Тады слушай, раз хочешь». Был-то год сорок третий. Немцы как раз хвосты подчищали. Был-то год сорок третий. Страшный, голодный год. Некоторым колхозникам, оказавшимся в немецкой оккупации, приходилось сражаться с крысами едва не за крошки хлеба. Иногда ели и мышей. И не жаловались. Сказывали, что в блокированном Ленинграде бывало и людей жрать доводилось. Так что пойманную крысу почитали за счастье и добрый ужин. Немцы перед уходом использовали тактику выжженной земли. Нацисты боялись своих преступлений, заметали следы так, что следили еще пуще. Например, специальной командой «1005 Центр» были вскрыты и уничтожены могилы на месте бывшего Минского гетто. Немцы уходили из Беларуси с песнями, пьянками и шумом, оболваненные фюрером, они еще верили, что происходящее не более чем временное отступление, о поражении Рейха не задумывались. Баб насиловали, мужиков убивали, бывало просто так, соревнуясь в меткости выстрелов, проезжая на своих черных цундапах через везку. В напитавшуюся кровь белорусскую землю ложились все новые и новые неупокойные мертвецы. В окрестностях Задорья со страхом в полголоса шептались про малый тростенец. Туда частенько забирали мужиков и баб из деревни. Говаривали, что там находился один из крупнейших немецких лагерей смерти. Рассказывали страшно пуча глаза, что там ежедневно убивает по несколько сотен человек. Ходили жуткие слухи про автомобили душегубки, про кремационные муфельные печи, в которые за раз влезает по пятьдесят тел. Упоминали и об удушливом пепле, что висит в небе на расстоянии нескольких километров вокруг бывшего села, превратившегося в фабрику смерти. В малый тростенец оставшиеся жители Задорья были обязаны поставлять каждый месяц по несколько кубометров бревен, их теплом топили непрерывно работавшие крематории. Акулина в это время ждала ребенка к июню сорок четвертого. Сразу после возвращения из пекла Дема сбежал на фронт, а может и она его спровадила своим вечно хмурым настроением. Связанные теперь общим грехом да общим договором, они оба хотели оказаться подальше друг от друга, не смели даже пересечься взглядами. Деме было не по себе, страшно и непривычно смотреть на эту новую, будто ставшую чужой Акулину. Атей сама ощущала себя грязной, заплеванной, будто в душу, кто ушат помоев вылил. Ей хотелось остаться наедине с самой собой, со своей тихой хатой, с бытовыми обязанностями, с двумя последними курами, спрятанными от фуражеров. Ей многого и не нужно было. Уже в первые сутки после пекельного их венчания низ живота закрутила спазмами и судорогами, пробирала до самого затылка, чуяла Акулина, зреет в ней тяжелое, страшное, едва ли не к земле пригибает, а то и того пониже. В тот день она нарочито безразлично сказала Деме, «ну, иди иди далее, воюй». «А ты пустишь?» со скрытой надеждой спросил тот, заглядывая ей в глаза. Небесная голубизна их потухла, точно затянула тучами, Акулина отвернулась, не выдержав взгляда, буркнула в ответ. «Кто ж тебя удержит, дурака?» Уже на следующее утро Дема собрался в путь дорогу, напялил кожи на отцовский плащ, перевязал грудь патронной с сумкой, на плечо повесил многострадальную поцарапанную мосинку. Подошел к Акулине, проблеял нерешительно. «Что? Правда отпускаешь?» «Кривда!» Она даже не обернулась. «Акулин, мабыть, я сделал чего не так? Ты кажи только, я ж заради табье, чего ты заради меня?» Орех на себя принял. Понравилось? Вот и все. Больше меня ничего от табье не надо. Дема потоптался у дверей, сказал хрипло. «Ну это, я пойду, что ли, немцы воевать? Недалече до победы осталось. Куплена уже та победа. Так что ж, не идти, что ли?» Дема застыл в нерешительности. «Вали уже!» «Ну, прощай тогда, Акулинка». Таня ответила. Дема вышел из дому. Снаружи стоял, на редкость стыл и сентябрь, аж печи затопить пришлось. Бил косыми струями, тяжелый ливень, земля превратилась в слякотные болоты. Акулина не удержалась, выглянула в окно, увязая сапогами в разъезжей грязи, фигура знатка удалялась по полю в сторону леса, становясь все крохотней, пока не исчезла совсем в завесе водной пелены. Акулина вздохнула и с неприязнью поглядела на собственный живот. После похода в пекло ей стало как-то все равно, как будто покласть на всех и на Дему, и на судьбу страны, и даже на то, что родится в итоге из ее чрева. Она помнила яственно слова раздора «Останетесь вы навеки со мною в пекле». Никакого двойного смысла, никаких экивоков. Черт уж точно не шутил. «Что ж со мной теперь будет?» пробормотала под нос Акулина. Неожиданно печной притвор со стуком распахнулся и полыхнуло жаром, и оттуда из огня крикнули «Шпекла тебе дорога, дура! Ведьма! Ведьма! Ведьма!» Акулина подскочила, кочергой захлопнула за щелку, но из-за тробы раскаленной печи продолжали кричать свизгливым хохотом «С нами! С нами жариться будешь! Ведьма! Ведьма! Тварь!» Шло время. Через задорье мимо знатковской хаты проходили колонны усталых солдат, проезжали бесконечные грузовики, мотоциклы и бронетехника. Некоторые солдат спали, сидя прямо на броне танков, измазанные грязью мальчишеские лица напоминали глумливые морды чертей. Другие шли неровно, не соблюдая шаг, заходили в избу на отшибе, топтались грязными сапогами по хате в поисках съестного, но курочек своих Акулина спрятала в опустевшую нынче баню. Плюясь на пол и матеря по-немецки нищую старуху, за льдаты науходили. Кто постарше говорили ей на прощание «Перхта!» Еще тогда, проводив неласково Дему, Акулина неожиданно для себя расплакалась. Отчуждение исчезло. Ей стало так жаль и себя, и односельчан, и бедного Демку, ушагавшего вновь на фронт, в неизвестность, войну, в холод и голод. Всего жалко, всех, каждую живую тварь, букашку и травиночку, проросшее в животе семя ученика давало знать о себе то болями, то кровями, то слезами, а временами и незваным смехом. Рос живот, не на шутку говоря, не по дням, а по часам. По вечерам она укладывалась на лежбище Демы у печки, ворочалась у нагретого бока, представляя, что тепло это человечье, прижималась к подушке, чтобы вдохнуть его запах. Терпкий дух молодого мужчины бил в нос, чудились увитые венами запястья, сильные плечи, вечная смешливая ухмылка. Акулина рыдала и колотила по вздувшемуся животу кулачком, тот как будто отвечал. За окном вставал рассвет за рассветом, подаяний от односельчан было все меньше, да и осталось-то тех односельчан. Кое-как Акулина перебивалась корешками, травками, которые заваривала на кипятке, курьих яиц и редкой дичью, что удавалось иногда приманить хитрыми знаткими уловками. Каждое утро она вставала, мучаясь от боли в растущем животе и от стыда перед Демой, которого прогнала, что пса шелудивого. Шла, придерживая живот, кошеварила и ждала гостей из соседних деревень, тех день ото дня становилось все меньше и Акулина помогала, считая задаром. Лишь бы шли люди за помощью, только бы помочь кому от сглаза, порчи, нечистой напасти, будто вину заглаживала. Но силы знаткой с каждым днем слабели, да и не могла она больше ни отпеть, ни благословить, сама чуяла, что стала непрекаянной Божьему промыслу. Крестик она после бани так и не нашла, а иконы потемнели и будто пытались отвернуться. Сельчане, нутром почуявшие изменения в Акулине, перестали приходить совсем, чурали с ее избы. Многие вспомнили позабытую дорожку в соседнюю везку, к Мирону Сухощавому, которого немцы будто и не замечали. Он-то хоть и киловяз, но не веяло от него с тылым холодом ждущие могилы довязкой грязью греха несмываемого. Тот чуть ли не отбивался от новых клиентов, принимал каждый день. Живот у Акулины тяжелел день ото дня. Потом его рост остановился, и большое уродливое пузо, совсем не как у беременных, повисло кожаным бурдюком между ног, потемнело. Будь в деревне повитуха, та сказала бы, что плод погиб, но сама Акулина ощущала гадкую, противоестественную жизнь внутри себя, выхолащивавшую душу, высасывавшую соки, гнившую с ней напару. Днем дитя затихало, как мертвое, а ночью начинало колотить по животу ногами изнутри, словно пытаясь выбраться, и Акулина с воем выгибалась на постели и грызла подушку. С похода в пекло прошло уже пять месяцев. Зима уходила, снежные сугробы таяли, толкались куски синего льда в полыньях реки неподалеку. У Акулины едва хватало сил дойти до речки или колодца, набрать воды и вернуться домой, чтобы подкинуть зерна курам и поставить чайник на печь. Благо, Дема запас дров на всю зиму и немцы не отобрали. Все прочее время она лежала лежмя и зажимала головой подушку, лишь бы не слышать ехидные голоса, шептали «Наша, наша будешь, сделку заключила, в пекло пойдешь. Родишь, родишь, ребеночка, себе на радость, нам на сладость. Пекло свое слово держит и ты сдержишь». И она переставала топить печь, чтобы шепот замолк, лишившись дров и головешек, которые служили пекельным голосам, языком и речью и лишь тогда могла уснуть. А просыпалась от холода в промерзшей доине на ресницах хате. Охая, держась за спину, акулина поднималась с постели, закидывала дрова в печь и все повторялось сызного. Постоянно казалось, что из-за красного угла кто-то пялится ей в затылок выжидательно, требовательно, да и угол был давно уже не красный, а чернющий, точно измазанный сажей. Не в силах больше находиться в этом сумасшествии акулина навела красоту, преобразилась бабкой Фросей и вышла из хаты проведать соседей, кто остался. Теперь она и впрямь стала как старуха, охала и ахала, опиралась на трость, часто останавливалась, чтобы отдышаться и дать спине отдыха. Обвисший живот гирий гнул к земле. Встретила Настасью, мамку непоседливых близнецов Мишки и Гошки. Та сочувственно глядела из-за пледня, обдирая какой-то чахлый ковыль, то ли на растопку, то ли на похлебку. Баб Фрося, давненько ж вас не видать, уж думала, как у вас? Да поживу я ща маленько. Старая зусим стала, но дюжу покажча. Слышь, Настасья, а шо там, с вронту есть какие вести? Настасья оглянулась, нет ли ушей поблизости, перегнулась через плетень и прошептала. Муженек же у меня, Славка, партизанит, так? Ну, так. Дык вот, кажут, союз освобождать нас будет. Скоро снова под большевиками будема. Ой, дай-то Бог, от напасти немецкой избавиться наше близко. И Настасья так размашисто перекрестилась, что Акулину аж зависть взяла. У самой при попытке осенить себя крестным знаменем, рука застывала где-то в районе груди и не шевелилась добрые полчаса, будто отсохла. Вернувшись домой затемно, тут шишек набрала, там коры нарвала, Акулина задумалась над услышанным. Коли не брешет муженек Настасьи Бедовый, да значит и впрямь сработала сделка их пекельная, не соврал раздор. Освободят Беларусь в скором времени и сгонят вражину. Не соврал, раздор, слово держит, держит, шумели голоса из разгоравшейся печки, а в животе в подтверждении их слов шелохнулся ребенок, или чтобы там не вызревало в ее утробе. В течение всего июля 44-го из репродуктора над деревенским клубом играли немецкие песни, так часто, что Акулина их успела выучить. Особенно ей нравились лиричные ком цурюк и Лилии Марлен. Слов она, конечно, не понимала, но догадывалась, не о снарядах и о копах поют, а любви. У клуба собирался народ, немцы неожиданно подобрели, стали угощать всякими лакомствами, разговаривали с местными, чаще всего говорили через переводчиков и полицаев, а те уж разнесли по задорью такую новость, так как немецкая армия производит временное отступление и перегруппировку войск, то и местное население не бросают на произвол красной тирании, зовут собой в Германию астербайтерами на поля и заводы, в добровольно принудительном порядке, а посему всем жителям задорья приказано 25 мая собраться у сельского клуба с личными вещами. Об этом шепотом поведала Акулини Настасья, пришедшая в гости поделиться слухами от мужа. Баб Фрось, может не так все и плохо, а? Немцы же не то, шо наши, они што, пунктуальны, организованы, у них этот, как его, орднунг, во, за работу платить, даже кажут и поболячим коммунисты, буду на каком-нить консервном заводе рабыть, Европу повидаю, а там, глядишь, и война кончится, вернусь домой, к Славке своему. А шо твой, Славка, скажи, на то, что ты на немца работала, прищурила синий глаз горбатая старуха, но дак это, я ж не заради себя, я для ребятишек, у меня их, вон, семеро по лавкам, чо вам не делать-то? Гляди, дура, как бы тобь ей в печь не попасть, бежала бы, лепше, в лес с ребятней, к Славке своему. В какую-то купечь, не поняла Настасья, захлопала ресницами, в муфельную, не слыхала от муженька своего? Ладно, ты иди, 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 давай, и мои слова попомни, ребятню под шкирку и в лес утякай, сразумело? Настасья кивнула, стала натягивать валенки, у порога остановилась и спросила еще раз, так чого, за печь-то такая, баб Фрось? Притвор горевшей печи распахнулся, полыхнула искрами и оттуда истошно закричали. Какая такая печь? Вот эта печь! Чего далеко ходить? Полезай, сука, данная, самодайка! Думаешь, не знаем, как ты мужику своему сменялась ефрейтором за мешок картошки, как он там тебе казал, на какой мешок ляжешь, что твой и будет, но ты, сучка, бульбуй выбрала? А думаешь, не ведом, как ты младшенького ударила я путем, как она совсем голодна стала, так как он прибоел? Думаешь, не знаем? Побледневшая Настасья вскрикнула и выскочила наружу. В окошко Акулина наблюдала, как соседка бежит по везке прочь, испуган наглядываясь и крестясь без остановки. Отгостевалась, видать. Дураки пекельные. Как-то даже ласково сказала Акулина, беря кочергу, чтобы закрыть притвор. На кой так пужать ее было? Сама ты дура, дура, ведьма драная, а пекла завсегда честная, отвечали ей из печки сотни уст, сплетенных в один голос. И про тебя все знаем, знаем, даришек покинь. Честные вы мои, с кем я ще поболакать, окромя вас? Говори, говори, завсегда поболтаем, заболтаем, поболтаем. Умолкни! Рявкнула Акулина и выплюснула полное ведро воды в притвор. Угли зашипели по-змеиному, хату заполнил густой черный дым. Закашлившись на ткая выбежала наружу, а в спину ей неслось «Наша! Наша!» Под конец июня, как полезли первые ростки бульбы, расквартированный в задорье полк начал сниматься с места. К лубу стягивались задорчане, кто с вещмешками, кто с сумками, дети тащили за лямки крохотные авоськи или простые узелки с нехитрой утварью. Малую ребятню солдаты сажали на плечи потрое, перед клубом устроили пляски, шнап слился рекой, неумело тренькал на баяне пьяный мальчуган лет тринадцати, репродуктор присобачили на броневик, из него ревела на всю деревню вен 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 дия золь датен. В дверь Акулины постучал прикладом Ермольев. Полицай из соседней вёски, важный весь, в немецкой каске со свастикой, нарисованной белой краской, с коричневой повязкой на плече. Полицай гаркнул, храбрясь, но при этом этак заискивающее. «Слышь, пёрк-то? Кто?» окликнулась Акулина, тем временем, быстро переоблачаясь в старушечью одежду. «Это кто там? Дорофейка, ты, милок? Пёрк-то? Это так-то бья немцы кличут. Баба-яга по-ихнему. Сбирайся живо, идти пора». «Ох, милок, а мне-то куды? Не ж ты и меня в астарбайтеры возьмут? Мне ж сто лет в обед». «Всех возьмут. Живей давай, карга старая». Опираясь на клюку, переодетая Акулина вышла на улицу. Ермольев беспрестанно подгонял её, толкал под локоть. Сам он полицаем служил аж с сорок первого, опытный предатель. И морда вон какая крысиная. Бабка Фрося, та, первая наставница Акулины, ему однажды мужской недуг вылечила. Хоть бы спасибо сказал, лойно такое. Акулина в сердцах плюнула ему на сапоги, Ермольев взмахнул ружьём, но бить не сука старая. Где манер твоей, Дорофейка? А твоей где? На кой плюёшься? Сапоги-то новые? А с кого сапоги снял? Мародёр, спросила Акулина, но Ермольев промолчал и отвернулся. Махнул рукой. Пойдём, мол. Фрицы согнали клубу всё население деревни. Кто не успел сховаться по подвалам да по грибам, и женщин, и старичё, и детей, а также нескольких оставшихся мужиков, не пошедших ни в партизаны, ни в полицаи, в услугу фюреру. Ревел немецкими шлягерами репродуктор, рвал баян тот мальчишка, сын Николаевны с третьего дому. Люди, словно оглушённые внезапным праздненством, иступлённо плясали на пятачке перед клубом, к ним присоединялись ребятишки. Солдатня охотно разливала шнапс, прямо из фляжек в стаканы. Словно война уже кончилась и наступило перемирие. Акулина сразу заподозрила неладное. К ней подскочила Настасья, сунула стакан со спиртным, дыхнула в лицо перегаром. «Пей, бобфрось, пей! Немчики, видала, какие славные! А мы-то себе думали, дуры!» И закружилась в танце, её подхватил дюжи солдат, крепко ухватил за задницу и подкинул три раза ввысь с криком «Айнцвайдрай!» А после поцеловал и выпил на брудершафт. Сгорбившись, живот сегодня вздулся особенно страшно, будто вот-вот лопнет, акулина стояла посреди всего этого праздника, глядела недоуменно на односельчан, будто бы сошедших с ума. Ефрейтеры орали в громкоговорители, а за них кричали в толпу переводчики-полицай. «Движемся по дороге на запад в сторону Минска! Всем выстроиться в колонну! Зубные щетки, мыло, еду все взяли!» Кто сам, а кого и подтолкнуть пришлось, но вот уже все население задорья, сто с лишним человек, да это не считая малых детей, выстроилось вдоль дороги. Взрыкнули двигателями грузовики и броневики, поехали, разбрызгивая шинами закисшую весеннюю грязь. Вышедший последним из клуба гарнизонный лейтенант выстрелил в воздух, крикнул «Лос!» и все разом двинулись единой массой вперед. По-прежнему ревела музыка, мальчугану-баянисту дали по уху, чтоб продолжал играть. Впереди странной процессии шел седой старик с портретом фюрера на штандарте. Под портретом красовалась надпись «Гитлер освободсизель». Акулина стояла, не двигаясь, ее задевали плечами. Односельчане шикали «Эдимол, чего встала?» Из проехавшей мимо бронемашины взрывел репродуктор то ли на исковерканном русском, то ли на тросянке. «Соблюдать порядок движения, брать дети, не забывать дети, дорога долгий, идти долго, вещи брать, не забывать дети, а старбайтер твой ждет великое будущее, каждый, кто отъезжать в Дойчлэнд, должен с собой иметь зубная щетка, порошок, гуталин, мыло». И впрямь детей тащили все на руках, на плечах, тащили и сами солдаты и полицаи, чтобы не попали под ноги идущей толпе. Ребятишки не плакали, а в основном смеялись. Их веселила натужная праздничная атмосфера, ставшая вдруг добродушными солдаты, которые совали конфеты и леденцы, игравши во всю немецкий марш. Одна лишь Акулина заметила, что ведут их вовсе не к дороге на Минск. Подскочивший Ермолаев толкнул Акулину, прошипел. «Шагай, старая, шнеля!» Она молча двинулась вперед. Толпа односельчан чем-то напомнила другую печальную колонну совсем в ином месте, в пекле, только там среди разномастных военных не наблюдалось детских лиц. Один смелый подросток, начав догадываться, крикнул «Текайте, братцы! Ушибут они вас!» Ему мигом заткнули рот, отвели за ближайшую избу и оттуда раздался сухой звук выстрела. Палач-полицай вышел из-за избы, закинул винтовку на спину и чиркнул спичкой, прикуривая папиросу. Он окинул проходивших мимо людей вялым, равнодушным взглядом. Наткнулся на старуху в толпе, грузную, страхолюдную, замотанную в тряпье с ног до головы и вздрогнул от блеска ее красивых синих глаз. «Будь ты навеки проклят, подстилка немецкая», со всей злобой сказала в его сторону Акулина, отчего полицай закашлялся, подавился дымом. Хотела еще плюнуть в его сторону, но тут рявкнула овчарка, рванувшись с поводка, оскалив зубы. Ее водил вдоль колонны немчик, чтобы, значит, не разбредались. В какой-то момент колонна совершила поворот прочь с дороги, к большому амбару на окраине, где раньше обитали колхозные буренки. Около ворот молчаливыми стражами стояли два серых грузовика, образуя коридор. Тут уже и сельчане почуяли неладные, заволновались. Бабы завыли, как оглашенные, дети мигом подхватили вой, немногочисленные мужики заметались, попробовали выскочить из колонны, но всюду их встречали солдатские штыки или слюнявые оскалы свирепых овчарок. Для порядку пальнули воздух. Шнеля, шнеля, в амбар, в амбар иди, швайне. Широкая дверь амбара распахнулась и оттуда выскочил мехась, первый из деревенских полицаев, ставших на сторону нацистов. Усатый, рослый, он поправил ремень на старой немецкой форме и зычно пригласил. Ну что, усем добро пожаловатьи, милости просима! И сам запрыгнул на подножку грузовика у входа, забрался на крышу. Тут-то люди как завыли, как закричали, внутрь амбара никто идти не хотел, все ломились обратно, но сзади подпирал тупой мордой черный бронетранспортер, ощетинившийся страшными пулеметами, а по бокам стояли грузовики. Один хлопчик попробовал было нырнуть под кузов, однако там едва не попал в зубы овчарки, все пути к отступлению были закрыты. Акулине сдавили плечи так, что не продохнуть, пихались локтями, грозили затоптать, над ухом кто-то шепнул. «Баб Фрось, вы? Я?» Акулина с трудом повернула голову, мешали бесчисленные шарфы и платки, и увидела мать Демы. На локтях у той сидели ребятишки, справа Захарка, слева Аринка, и обоих женщина уже едва удерживала на весу. «А вы как тут? Вас тоже того? Вастарбайтеры, да?» «Вастарбайтеры, как же!» огрызнулась Акулина. «Айтеры, уйдема!» «На тот свет!» «Дай-ка сюды девчушку!» «Да вам тяжело буде!» «Давай, давай!» С трудом погрузив на плечи заплаканную Аришку, Акулина попробовала разглядеть, чего там впереди, за людскими спинами, но росту не хватало. Сидевший на плечах у матери Захарка весело вякнул. «Гонят всех в амбар, як скотину!» «Ну ничего, зараз демка придет, все мы муши понадирает!» «Немчуре поганый!» «Далече твой демка!» печально прошептала Акулина, чтоб мелкий не услышал. Тут сзади поднаперли еще раз, и вот спустя несколько шагов она уже очутилась внутри амбара. Кругом выли люди, хватались друг за друга, бабы срывали платки с голов, голосили во всю мочь. «Ух ты божечки, это что ж творится? Выпустите нас отседа!» Те мужики и подростки, что были у двери амбара, еще пытались драться с гитлеровцами, но их забивали вглубь прикладами, пинали, лаяли на немецком, в конце концов, кто-то из солдат пустил над толпой очередь, и все отхлынули назад, застыли в ужасе. Немцы завозились с цепью на створках ворот. В наступившем молчании раздался тонкий голос. «Мой сынку!» Боясь поднять взгляд, Акулина все же посмотрела в ту сторону. Мать Демьяна с исказившимся недоверчивым лицом держала на руках сына, у Захарки одетого в одни штаны и маечку, из пробитого пули и виска вытекала струйка темной крови. В широко распахнутых глазах Захарки застыла задорная улыбка. Он до самой смерти улыбался и верил, что сейчас придет его Акулину тяжело пнули изнутри живота. Она аж удивилась, никогда днем не просыпался, а тут чего вдруг? Поглядела на сытые ветчинные рыло в дверном проеме да на заплаканное личико Аришки и поняла, нет уж, не так, только не так. Ни свинья она и ни овца, чтоб вот так вот, как скотину безмолвную ее вместе с дитями да стариками в забой отправить, помирать так с музыкой. Акулина сделала осторожный шажок в сторону дверного проема, еще один, еще, а потом, как замаршировала, приподняв повыше Аришку, будто флаг, чтобы не зацепили пулями, когда будут стрелять, и затянула, уже не таясь, чистым девичьим голосом во всю мощь легких. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. Ты чего, старый, удивился полицай Ермольев, направил было винтовку на Акулина, сверкнула на него синими очами, и тот ойкнул, уронил оружие и схватился за пах, застуженная много лет назад простата вновь прострелила забытой болью. «С фашистской война народная, священная война!» Пела Акулина, пела, как в последний раз, понимая, что сама не спасется, дойти бы только до узкого продола меж бронетранспортером и грузовиками, опустить Аришку на земь, прикрыть ее своим тряпичным горбом, дошепнуть «Беги, милая, беги!» и Акулина маршировала наружу из амбара с последним зачином на устах. «Дадим отпор душителям всех пламенных идей, насильникам, грабителям, мучителям людей!» Соскочил с крыши грузовиками Хась, встал на пути, но стоило Акулине глянуть на него походя, как тот повалился на задницу, покраснел, запыхтел тяжело, накрыл полицая отсроченный фросиными травками да заговорами апоплектический удар. «Пусть ярость благородная вскипает как...» Допеть Акулина не успела, щелкнула что-то сухо между ушами, чмокнула в затылке и ноги запнулись одна об другую, руки разжались и оришка полетела на земь. «Ушибется ж!» не в попад подумала Акулина, повалилась лицом в пятачок сырой земли, перед амбаром, глотку почему-то драла, в носу застыла тяжелая пороховая гарь, запоздала она увидела направленное ей же в лоб дымящееся дуло. «Вот как! Все, что ли?» Застреливший ее немец подошел, перевернул на спину еще горячим дулом винтовки. Краем глаза голова не поворачивалась, Акулина увидела, как овчарка треплет зубами край Аришкиного платья, та визжала и отбивалась голыми пяточками. Убивший Акулину солдат ухватил Аришку под локоть, оторвал от земли и как куклу забросил обратно в амбар. «Неж-то зря все!» Стоявший недалеко от амбара лейтенант кивнул на тело Акулины, обращаясь к кряхтящим полицаем. «Райн дамит!» Те испуганно замотали башками, забармотали что-то. То и дело проскальзывало слово «Перхта». «Господин лейтенант, нельзя мертвую ведьму трогать, а то всех ее чертей на себя переманишь», горячо объяснял Ермолов. «О, господи! устало усмехнулся фашистский офицер, потом махнул рукой и скомандовал «Неважно, она все равно сгорит! Закрыть амбар!» Захлопнулись двери за спиной, лязгнул замок. Изнутри амбара раздались вопли людей, высокие, похожие на рев со скотобойни. Акулина лежала мертвая, неподвижная, видать, было только полоску сырой земли, сапоги, стоявшего рядом полицая и лужу крови, натекший, судя по всему, из аккуратной круглой дырочки в ее собственной голове. «Вот, значит, как оно, умирать! А чего ж я тогда тут-то лежу? Хотя, где мне еще лежать? Глупо как-то!» Было даже странно вот так мыслить, слышать, соображать, но уже вроде как и не жить вовсе. Тут, в набухшем животе, оттолкнулось пекельное дитя, не втерпешему сидеть, наружу хочет. Маленькие пальчики заскребли ногтями по стенкам утробы, будто пытаясь процарапать путь наружу, будто кошку, ошпаренную в брюхо, запустили. Больно было так, что хоть волком вой, но глотка акулины не издала ни звука, будто чужая теперь. Перед глазами сновали туда-обратно грязные сапоги, перекрикивались немцы. «Фаер!» «Господин лейтенант, вот в тот угол, полепше займется!» «Соляры подай!» «Горючку, горючку лей, стерва!» «Не жалей, всем хватит!» И зажглось вдруг совсем рядом, да так зажглось, что брови, лежавшие поблизости акулины, опалило жаром, скрутило. А она неожиданно для себя рыгнула. Рыгнула листком бумаги, который тут же скукожился от жара, начал чернеть и занялся огнем. Глядя на знакомый листочек из ее тетради, «И откуда она здесь?» «Ведь Демьянуш отдала!» Она чувствовала, как точно так же скукоживается и чернеет ее собственная душа, проданная пеклу. Тело отдавало все, полученное нелюдским, колдовским путем, у кого простокваша выходила из молока с под коровы чужой сдоины, у кого ассигнации краденые, у нее вот бумажки с тайными знаниями. «Но ведь не зря все, не зря!» мысленно порадовалась Акулина и прикрыла глаза, приготовившись умереть. И в этом прозрении смерти пришло и последнее ведьмовское предсказание, как безусые мальчишки и седые старики, не щадя живота своего, бросались на амбразуру, в памяти всплывали чужие, незнакомые имена, Саша Матросов, что грудью бросился на пулемет, Матвей Кузьмин, что привел фашистов в засаду и был убит первым, Коля Гастелло, что направил свой подбитый истребитель в колонну врага и сгорел вместе с ним, Зоя Космодемьянская, что и под пытками не выдала разведданных гитлеровцам, 28 бравых молодых ребят под командованием Ивана Панфилова, что полегли все до единого, но не пустили танковую колонну в Москву, их были тысячи. Перед внутренним взором Акулины проносились лица настоящих героев, что вставали на защиту Родины и в честном бою лицом к лицу со смертью, капля по капле не покупали, нет, выковывали из собственных слез и крови эту большую, общую для всех великую победу. И не торгуясь, пожертвовали всем, что имели, поделили эту большую, непосильную ношу друг с другом, рука к руке, плечо к плечу. И пекло, конечно же, обмануло Акулину, продав ей то, что пеклу все равно никогда не принадлежало, ведь такова его пекло суть, сплошной обман и ничего кроме. И объятая страшным жаром, Акулина закричала, что есть мочи, от боли и отчаяния, а в унисон ей стенали заживо сгоравшие в амбаре люди. Закончив с последним немцем от избытка чувств, Дема едва не начал напевать на обратной дороге к партизанской ставке. Он не испытывал удовольствия, убивая людей, вовсе нет. Но и в немцах Дема людей не видел. Скорее, что-то вроде саранчи, налетевшей на его родную землю. Ведь, изничтожая саранчу, колхозник не испытывает мук совести за каждого раздавленного кузнечика. Конечно, нет, он думает об урожае, который вырастет на избавленной от нечисти земле. Каждого немца Дема аккуратно подмечал на последней свободной странице тетрадки с зачинами, выданной Акулиной, рисовал погоны, сложные немецкие звания он не запоминал. Имя, если удавалось узнать, и взятые трофеи. К марту 44-го их насчиталось ровно 13 человек. Первого он прибил еще при Космаче, в 42-м. Строго говоря, не он, а сам отец, командир Космач. Сидели тогда в засаде у дороги, вечерело. Командир партизанского отряда передал новенькому хлопцу, ППШ хлопнул по плечу и спросил. «Ну, сдалишь фрица-то прибить? А то!» Храбро ответил 15-летний тогда еще пацан и уставился через мушку на дорогу. Он не был уверен, что сможет, но не хотелось оплошать перед отцом командиром. Когда из-за поворота появилась мотоциклетка, он вдавил спусковой крючок, что из сил. Вырвавшаяся из ствола очередь срубила водителя, мотоцикл повело, а второй солдат выпрыгнул из коляски и побежал к лесу. Недалеко ушел, и его добил выстрелом из трехлинейки уже сам космач. Остальную колонну расстреляли сидевшие в кустах партизаны таким огненным залпом, что их будто смело с дороги. В общем-то, вся их партизанская работа и заключалась в том, чтобы сидеть по кустам да болотам, покуда немец не пойдет или сам не заквакаешь с лягушками вместе. То сторожишь, пока мост минирует или дорогу железную, то вот так в засаде ждешь колонну немчуры, то просто в глухом лесу прячешься неделями, а то и месяцами от немецких патрулей в дождь, снег и летний зной. Дема до того изучил родные леса, что мог бы ходить по ним с закрытыми глазами, зато ему в отряде цены не было, а уж когда космач пронюхал, что он врачевать умеет, то и вовсе оказался юный знаток на особом положении. Да и храбрости в боях ему было не занимать, не у каждого взрослого мужика столько удали было. Девки, что иногда прибивались к отряду, глядели на Дему, как коровы недойные, но тот на них внимания не обращал, всем усолил свою тетрадку, добормотал зачины, любуясь убористым подчерком Акулины. Что не буква, то маленький шедевр, подбоченистая, бедрастая А, грудастая, как ее авторша, буква Ф и волнующее узкое пространство меж стройных ножек буквы Л. Макарка тоже сизый нос растрещал в отряде прознаткость Демкину. Космач тогда подошел, присел рядом за костром и по-отцовски так потрепал по отросшей шевелюре. Чаго седой то уже стал? Спужался, чоль, чаво? Та не, дядька, эт так, пепло насыпало. Исправим, чуть ли не гаркнул Дема. Ты это, слышь, Космач понизил голос и оглянулся. Правду кажуть, што ты у ведьмы в учениках ходишь. Брешуть, командир, аку, Фрося, она ж так, знахарка. Ну, скотину там врачует, кости правит, у нас же штогу, коммунизм, який такие ведьмы, дядька? Ага, тот явно не поверил, но, понимающую, хмыльнулся в густую бороду. Но в карты с тобой лучше не играть, слыхал уже. Непростой ты, пацан. Ох, непростой. Но, смелый, зато тебе медаль буди, за отвагу. Я уж запрос в Красную армию отправлю, не сумлевайся. Правда? Обалдевший Дема уставился на командира с открытым ртом. Крифда, ты рот-то закрой, а то черти залетят. Не говорила, что ли, знахарка твоя? И, хохотнув напоследок, командир удалился. Вскоре после того разговора произошла роковая облава от Айнзадз группы, во время которой Космачи погиб вместе со всем отрядом. Минами накрылись сволочи. Только Макарко и остался, погадить отошел. И ведь ни могила, ни креста, чтоб сходить да прорыдаться в волю. Одна только воронка, да сколько их там вокруг, поди узнай какая. А Космач хороший был мужик, зря его в пекло определили. Ну ничего, отмытарствует свое, от грязи отмоется да на небушка уйдет. Таким людям там завсегда рады. Он до войны вообще учителем в школе был, историю преподавал. Хороший мужик. Был. Ну ничего, много их было, еще больше будет. В общем, как Акулинка с Демой расстались, так он в лес и ушел. Там уж долго мудрить не стал, сел на поляне близ задорья, да погукал по птичьей на удачу, да на судьбу свою вольную, стукая клюкой об землю. На ночь развел костер, накидал в него всяких травок душистых, а утром побултыхал по мазкам в миске мыльной пены, сбрил отросшую редкую бороденку и обмыл лицо студенной водой из ближайшего родника. Набрал водицы в ладони, поглядел своему отражению в глаза и прошептал «Чур, чур, дорожку хочу, дорожку укажи, судьбу сослужи, от зла убереги, впредь судьбы моей беги». В ветвях над головой зашуршало, на правую руку упала седая пузатая сова. Повернула свою круглую голову, уставилась оранжевыми зенками, моргнула. Мудрая, добрая птица. Ветви вновь зашуршали, Дема вытянул левую руку, на нее сел вертлявый, истиня черный ворон, принялся суетливо царапать лапками. Умная, злая птица. Пернатые переминались на руках, тянули каждая в свою сторону. Подумав, Дема стряхнул сову, и та с недовольным уханьем улетела в лес. Ворон же сорвался, затрепетал крыльями и полетел налево, знаток собрал пожитки и пошел следом. Следующие дни ворон сопровождал его, и даже когда Дема ложился спать, птица недовольно покрикивала где-то над ветвями, призывая идти дальше. Спустя три дня Дема выбрел прямиком к новому партизанскому отряду. К нему прибился и Макарка, которого он уже успел в мертвецы записать. Не обманул ворон, привел к удаче. И вот поползли слухи о немецком отступлении, перешептывались в окопах, а там и до партизан долетало, мол, готовит советская власть что-то большое, серьезное, какую-то значит операцию. По всем партизанским отрядам дали прогон, вступайте в официальные войска, а то потом утюжить будут, не разбираясь. Вот вам, товарищи партизаны, справочки, что вы теперь не ополчение, а доблестные красноармейцы, но всяческим сынам полка, коим восемнадцать еще не исполнилось, по домам пора. Дема, как то прознал, аж остолбенел. Первым делом подумал, а как так, коли мы, сыны полка, не красноармейцы еще, а партизаны, то как же нас в солдаты регулярной армии запишут? Мне год, что ли, ждать до совершеннолетия? Второй промелькнула мысль. Неужто наша сокулиная сделка сработала? Самое время, да и девять месяцев как раз прошло, все сходится. На первый вопрос ему ответил новый командир. Сейчас, говорят, наши за Беларусь всерьез примутся, а ты малолетка, тебя приткнуть-то некуда, не положено так. Ну я же воевал, воскликнул Дем, отряхнув дурацкой справкой. Знаю, что воевал. Бюрократия такая, ничего поделать не могу, не могу я за тебя подставляться, не положено тебе воевать, да и вообще слухи про тебя ходят странные. Палка твоя опять же, но документы я тебе оставлю, да у тебя и медаль есть за отвагу. Космач тебе перед смертью выхлопотал по своим знакомствам, правда только на бумаге, но медаль вручат, так что иди-ка ты, Демка, домой, отвоевался. Новый командир полка, к слову, тот еще службист и карьерист был. Назло ему в последней своей вылазке Дема офицера и убил. То была какая-то везка небольшая невдалеке от родного задорья. Там фрица особое веселье устроили, баб изнасиловали, мужиков поушибли, а офицер тот, Гауптман, у них главным был. Ускакал в лес, что кабан, его-то Демы и догнал с ножом. Гауптман, хоть и толстый был, но бегал быстро, погоняться пришлось. Но Демов чаще всяко лучше ориентировался, да и помогал ему лес, там ли шаг под ножку подставит веткой, здесь аук ложным звуком в сторону уведет. Догнал Дема толстяка у какой-то топи, тот уже по колену увез в болотной тине. Немец оглянулся, тряхнул жалобно железным крестом на груди. «Это не моя вина, я просто исполнял приказы», сказал он по-немецки. «Не балакаю, по-твоему, падла», хищно усмехнулся Дема, перехватывая нож. «Ну, а ты зараз по-моему заговоришь, обещаю». «Пощады, пощады», жалобно заорал по-русски немец, когда Дема вскрыл ему глотку. Принес обратно в вёску железный крест, кинул небрежно на ладонь одному из партизан. «На, бабе подаришь, пущай на цепочку переплавит, или на барахолке продашь». «А ты чего, собрался куда-то?» «Так я ж, парни, не комбатант, топерича, разжаловали меня». «Пойду до дому, до хаты. У меня тут и дом-то, вон, в трёх шагах». Дёма махнул рукой в сторону задорья, до которого было ещё километров тридцать. «Немчура, я слыхал, отступила уже». Неверно он слыхал. С задорья почему-то доходили только хорошие слухи, поэтому Дёма за родных большого беспокойства не испытывал. Да и не до того было. Удачливый, ни одной пули не поймал, ни на одну мину не ступил. Он был уверен, что это его удача распространяется и на родню и знал в глубине души, что Акулина, если что, тоже своих в обиду не даст. В его мыслях немцы уже бежали трусливо из-за дорья, оставив всех в покое. Он добрался до родной деревни к утру, сначала партизаны с отряда подбросили на немецком мотоцикле, потом Дёма вышел и, душевно распрощавшись со всеми, направился прямо через знакомую до каждой веточки лесную чащу. Лес шумел вокруг ветвями деревьев, над головой меркли звезды, медленно наступало утро, блестело розовым солнечным полукругом из-за горизонта. Было еще холодно и сумрачно, но будто бы и не июнь даже, а какой-нибудь март, и на душе было радостно и светло. Победа близко. От наплыва чувств Дёма даже запел Катюшу в дороге. Песен он много знал, но особенно любил смуглянку-молдаванку. Ее следующий запел во всю глотку, как деревня показалась из-за деревьев. Солнце так красочно светило задорье, что знаток даже присел на пригорке, нависавшем над родным колхозом. Закурил по дурной подхваченной еще в отряде космача привычки. Пока шипела махорка, Дёма сладко замечтался о будущем, о том, что настанет после победы. «Вот, думал он, вернусь я в деревню с медалью. Ну, пока что со справкой о медали. Это неважно. Это ж как на меня Акулина посмотрит, какими глазами, глазищами своими, синими. А я ей скажу, видала? А ты того выделывалась всё дура, а я того герой войны, жених видный. А знаешь, сколько немцев поубывал? Не, тебе того лучше не знать. Такого вам, глупым бабам, не говорят. Потом скажу ей, а давай-ка, Акулинка, жить вместе. Ну, и чего что помладше тебя буду? Мы ж с тобой и свадьбу сыграли, вроде как. Вон, кольца на безымянных пальцах. Да и мужик я справный, войну прошёл героем. Думаешь, за отвагу просто так, за красивые глаза дают? Не, тебе, дури, лучше того не знать. Ты чего меня выгнала-то? Думаешь, твоё пекло напугало меня? Да я такое видал. Хотя, тот кратер напожал, спору нет. Страшный он был до ужаса, поэтому тебе и не дал посмотреть. Я уж сам не помню, что там. Только по ночам снится, сволочь, дырка-то страшная, будто провал в бездну самую. Но про то нам, людям, лучше и не думать. Про то, что о посля смерти будет. Будя. Лучше жить. Победа. Будем жить с тобой, Акулинка. Пойдёшь за меня замуж по-человечески, снова свадьбу сыграем. Люблю тебя, не могу. Так, гоняя в голове простые счастливые мысли, он докурил махорку, обжёг пальцы, поднялся, потянувшись и хряснул всеми косточками, расцвело совсем. Со стороны задорья загромыхал немецкий марш. И чё, немцы не ушли ещё? Зоркий Дёме на глаза усмотрели дым, стелившийся над деревней. Дым тёмный, нехороший, как если б дома жгли напоследок, полив их бензином. Любили так делать гитлеровцы? Нет, 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 спешно схватив винтовку и клюку, да побросав скарп, он побежал вниз в сторону задорья, шепча «Нет, нет, нет, только не сейчас, только не теперь, пожалуйста!» А мир кругом будто застыл, даже ветер пропал. И теперь над родным колхозом поднимался смоленой и чёрный, как бездонная яма в пекле, дым. Поднимался множеством столбов прямо в голубое, безоблачное поутру небо, и не было ничего, что могло бы предвещать беду. Тут уж извечное чутьё Дёму обмануло. Первым делом показался родной дом в безымянной вёски за окольем задорья. Он уже догорал, крыша обрушилась внутрь, шкварчали раскалённые уголья в окружении обвалившихся стен. Торчала сиротливая печная труба. Сунувшись внутрь и раскашлившись от поднявшегося дыма, Дёма не обнаружил трупов и облегчённо выдохнул. «Живым, мать, 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 да, Аринка с Захаркой. Есть надежда!» Угнали их куда-то всех. Побежал дальше, ничего не стесняясь и не боясь встречи с немцами. Палку перекинул наперевесь за спину, в ладони лежали на цевье верной трёхлинейки. Преодолел мостик над речкой. В развалинах, взорванной коммунистами церкви, полыхала груда брёвен. Огонь врывался из окон одних хат, а другие уже сгорели дотла, дышали пеплом и усталым жаром. Нос щекотала вонь Гарри, один поселковый клуб почему-то был не тронут. На его ступеньках сидела совершенно голая и чумазая баба, вся с ног до головы в пыли и саже. Дёма отвёл глаза и буркнул. «Дякую, Настасья, а где все?» Женщина обратила к нему безумный взгляд, растянула потрескавшиеся губы. «О, я щекотен, и ты тоже хочешь, да?» и раздвинула ноги, между бёдер у неё дрожало истерзанное месиво. «Ну, подходи, не стесняйся, меня уж кто только не пользовал, не жалко». Едва не дрожа от гнева, Дёма глухо переспросил. «А где все, дура? Остальные где? Куда и погнали их?» Настасья, всхлипнув, махнула рукой. «Там, мол, амбар на окраине знаешь? Туды шагай, не ошибёшься». Дёма сорвался с места, побежал, что есть мочи мимо догоравших хат. Пепел сыпался, как снег, запорошил ноздри глаза, бил под дых, выходя с сухим кашлем. Вскоре показался и злосчастный амбар на окраине. Он ещё пылал, подожжённый последним, и от сияния пламени казалось, что сейчас не утро, а поздний вечер. Сквозь щели вырывались снопы огня, лизавшего стены. Подскочив к амбару и закрывая лицо рукавом от жары, Дёма попробовал было вышибить створку ворот. Выбить-то выбил. Одна створка легко поддалась и рухнула внутрь, но в ответ полыхнула таким снопом искр, что он сам заплясал на месте в попытках сбросить пламя. Внутри всё полыхало, и он на мгновение увидел множество лежавших друг на друге тел, и самое страшное, почуял шибающий в нос запах горелого мяса. «Если б я там не рассиживался на пригорке», подумал он, но тут же подумалось, «И что, чем бы ты помог им со своей винтовкой старой?» «Эй, есть кто живой? Есть кто живой, не? Мама, Захарка, Аринка, вы тута?» закричал он в отчаянии, отскакивая назад, так невыносимо было находиться тут, таким жаром обдала из амбара. Дёма упал на землю, заёрзал, сбрасывая с себя занявшуюся рубаху. Лицо опалило так, что наверняка ни бровей, ни ресниц не останется. Наткнулся на что-то, будто на тело у самых ворот амбара, и тело это внезапно приветливо обратилось к нему омертвелым, безразличным до боли знакомым голосом. «Дёмушка, ты ли это?» Он повернул голову и сердце ухнуло глубоко в пятки. Под чёрными от сажи веками смотрели на него льдисто-синие глаза, глаза на обгоревшем, обуглившемся лице. Акулина лежала у самых ворот амбара и как только не заметил страшный пожар добрался и до неё, но не обглодал полностью, не превратил в тлеющие головешки, но закоптил до черна. Её кожа почернела, местами лопнула и слезла. Та половина, что была ближе к амбару и вовсе представляла собой шкворчащее мясо с пузырями запёкшегося жира, как если б свинью насадили на вертел, но забыли переворачивать. Акулина кашляла, пыталась что-то промолвить, но почему-то не шевелилась, даже не пыталась отползти прочь. Дёма хотел было схватить Акулину, да куда там, всё равно, что мясо со сковороды голыми руками доставать. Обернул ладони какой-то рогожей, найденной неподалёку, поволок прочь от пожара, при этом отворотив лицо, до того крепко пекло. Амбар скрипел, стонал перекрытием, грозя того и гляди, обрушиться. Вырывавшиеся наружу снопы пламени превращались в чернеющий дым, вгрызавшийся чёрными щупальцами в безмятежное утреннее небо. Отволочив Акулину подальше от пламени, Дёма сел и заплакал на взрыд. На плечи ему медленно оседал пепел. «Они там?» всхлипывая, спросил он у Акулины. «Мамка, Аринка, Захар» «Там», коротко ответила жуткое обгоревшее туловище с синими глазами и набухшим животом. «Там они загорели все. Дякую, Дёмушка, больно мне было там лежать, мочи нет. Меня немец застрелил, и не пошевелишься ведь, только...» И неожиданно она выхаркнула на землю листок бумаги. Подняв его, Дёма сквозь слёзы разглядел написанные её идеальным почерком стихи, стихи Есенина, как на тумбочке в доме. «Ты, чё это, мёртвая я, Дёма?» прошелестел в лежащий рядом труп. «Убили меня, говорю же, и умереть никак. Надобно, чтоб ты ношу принял. Тяжела она, не могу я дали сама нести. Расплатился ты самым дорогим, як надобно было. И домом, и семьёй, и мною. И я расплатилась. Жизнью нашей с тобой, своей жизнью. Обманули нас, Дёма, намеки не провели, и вишь? Оплатить надобно. Нынче твоя очередь». «Моя очередь?» спросил он, чувствуя наползающий из глубины сознания ужас. Перед глазами вновь возник позабытый образ бездонного кратера. Акулина хотела что-то ответить, но застонало. Выхаркнула ещё пару бумажных в линейку тетрадных листков. Огромный её живот двигался сам по себе, будто внутри обитало нечто, желавшее вырваться наружу. На обгоревшей коже появились очертания мелких ручек и ножек. И вот вдруг низ живота набух, акулина застонала пуще прежнего, между ног у неё хлынуло горячее и мерзкое, пахнуло так отвратно, что Дёму тут же и вывернуло склизкой жгучей желчью. Он вытер рот ладонью, замотал головой. «Нет, нет, я не готов, только не сейчас». А мёртвая ведьма тем временем рожала пекельное своё дитя, их общий грех, их общее одно на двоих проклятие. «Помоги, возьми её!» Но Дёма не горел желанием брать в руки то, что лезло из чрева акулины. Наоборот, отползал назад с выпученными от ужаса глазами. Ноги ведьмы безвольно раздвинулись и оттуда со всхлипом вывалилась на землю, заворочила ручками и ножками их общее отродье. Набухший живот сдулся, как лопнувший воздушный шар. Жуткий младенец, морщинистый и сиреневый, как труп, отполз от тела матери. С ней его связывала длинная жёванная пуповина. Новорождённый сел, глянул на отца такими же пронзительно синими, как у акулины, глазками. Один был выпученный, казалось, того и гляди выпадет, другой заплывший, как у запойного алкаша, протянул навстречу крохотные ручки. «Возьми его, Дёма!» хрипела акулина, отхаркивая листки, исписанные стихами и заговорами. «Наш он, общий с тобою, мы его вдвоём сотворили. Возьми его себе и примешь орех на себя, облегчишь мою ношу, а я мытарствовать уйду. Но чё ты застыл? Мы ведь договаривались, Дёмушка, ты ведь обещал!» «Нет, нет, нет, я не могу, прости, не могу!» Рыдая, размазывая слёзы по лицу, Дёма отступал назад. «Постой, куда ты? Слово «шкремень», Дёма, мы же договаривались, мы договор с пеклом заключили. Постой, Дёма, не бросай меня!» Закричала ему ведьма, но знаток делал шаг за шагом назад, а потом вовсе обернулся и бросился бежать, куда глаза глядят. Весь день и всю ночь он провёл в уцелевшем поселковом клубе, боясь выглянуть наружу. Здесь нашлись запасы шнапса, позабытые отступавшими немцами. Шнапс он недолюбливал, ну, самогонка чистая, да ещё грушей прилой тянет, но сейчас выбирать не приходилось. Он осушил одну бутылку, вторую, алкоголь не брал, поселившийся в глубине души кошмар, оказался сильнее спасительного яда. Позже в клуб вошла Настасья, укутанная в найденную душегрейку и мужские штаны, молча села рядом за стол. О чём тут говорить? Дёма налил и ей полную железную кружку, сказал только, иди подмойся. Иди подмойся хоть, смердишь, як кобыла дохлая. Настасья опрокинула махом полную кружку, занюхала рукавом и хрипло сказала, «Плевать, у меня детки там сгорели, а ты чё?» А я заортачилась, выбяла, думала меня назад, да немчики позабавиться решили всей ротой. Ермольев давно хотел меня тога. «Ты тоже можешь? Хочешь, а? Пошла ты, знаешь, куда», горько ответил Дёма. Он таки умудрился напиться к вечеру, упал спать с тяжёлой головой. За окнами кто-то ходил, шелестел руками, ветками, отбрасывая длинные потусторонние тени. Дёма помнил сквозь тяжкую алкогольную пелену, как подскакивал ночью, выбивал стёкла прикладом и стрелял туда, во тьму. В кого стрелял, зачем, или, может, приснилось то? А какая разница? Приснились мама, Захарка и Аринка. Они стояли на перепутье. Их там, на том свете, разлучить решили. Мамку-то, как грешницу стал быть, на мытарство в пекло отправили. Ребятишек сразу на небушко. Незачем им грехи отмывать. Души лёгкие, чистые. Они плакали, с мамкой расставаться не хотели. Но таков закон. Дёма тоже плакал, пытался вырыдать всё горе, лёжа на грязном полу клуба и, уткнувшись лицом в ватник. Ночью к нему тихо подошла Настасья, накинула сверху одеяло. Ночь холодная выдалась, нелетняя. Сама вышла на улицу, зябко поёжившись, побрела повёзки, усыпанные пеплом. С неба с ими ногами прямо в остывшее пепелище своего разрушенного дома огляделась и быстрым рассчитанным движением вскрыла себе глотку, заранее приготовленной бритвой, после чего медленно осела в прогоревшие угли, заливая их кровью. Так в задоре стало на одного неупокойного мертвеца больше. Утреннее пробуждение было ужаснее всего. Увидев прислонённую к стене трёх линейку, Дёма подумал, а может застрелиться? Чик по крючку пальцем и всё? И никаких забот? Ага, как же, забот потом будет полон рот и другие отверстия. Больно хорошо он знал, что ожидает в пекле самогубцев. Поднялся со стоном. Конечности затекли, спасибо, хоть кто-то додумался одеяло накинуть. Настасья видать, само её не видно, ушла куда-то поди. Пошарил по пустым бутылкам, роняя их со звоном, нашёл одну непочатую и сделал несколько глотков. Пустой желудок отозвался бунтом, захотелось блевать, но нечем. Вчера всё выблевал там, около горящего амбара, когда увидел ваучу их сакулиной первенца. Вот тебе и счастливая семейная жизнь, с тоской подумал Дёма. Он бы так и просидел целый день в стену, глядя до себя жалеючи. Но остатки рассудительности требовали хоть каких-то действий. Может, хоть так удастся ненадолго занять голову чем-то, кроме жутких картин. Дёма выглянул наружу. Над задорьем собирался дождь, отчего небо выглядело распухшим и мутным, как недоваренный холодец. Первые капли падали на сожжённые дома, чёрные с обрубками торчавших в стороны брёвен. Требовалось добыть всё для задуманного ещё вчерась, в клубе находился маленький медпункт. Там обнаружились клещи и перчатки. В подсобном помещении он отыскал большой кусок рогожи и лопату. Вроде всё необходимое есть. Собравшись, Дёма вышел на улицу, позвал Настасью, та не отзывалась. Ну и хрен с ней, не хватало ещё с ней возиться. Пошёл к сгоревшему амбару, едва переставляя ноги. Идти туда совсем не хотелось, но впереди ждало неприятное, необходимое дело. Акулина лежала там же, где он её оставил, вновь с распухшим огромным животом. Видать, дитятка обратно в матку заползла. Замёрз с непривычки, а около тела ведьмы уже скопилась кучка скомканных бумажек, которые та изрыгала без остановки. Едва завидев Дёму, недвижная Акулина застонала, скривила почерневшие губы. Вернулся. На кого ж ты меня оставил? Забери его, Дёма, прими грех. Мне больно, не бачишь. Я мучаюсь. На что ты так со мной? Тот молча стоял рядом, разглядывая Акулину и пытаясь увидеть в ней то, чем она и в самом деле стала, куском горелого мяса, пытаясь изгнать из сердца всякое сочувствие, флегматично высморкался на землю. Дождь начинается, сказал он словно бы сам себе сквозь сжатые зубы. Какой дождь, Дёма, мы с тобой вдвоём грех израбыли. Прими Його, дай мне уйти спокойно, иначе мне спасу не будя, я уже чую, как черти за мою душу взялись. Забери Його, забери. Вместо ответа знаток надел перчатки, сел рядом, вытащил клещи. При виде клещей Акулина заверещала, почуяв, что он вознамерился сделать. Дёмушка, не надо, прошу тебе, умоляю. Но она не могла сопротивляться, лишь только говорить безумолку. Дёма распахнул ей рот, и как можно быстрее, чтобы не мучить лишний раз, выдернул один за другим ей все зубы. Из почерневшего обгоревшего рта скверно пахло. Воняло мало того, что сгоревшим мясом, так ещё и гнилью, да и от сгоревшего амбара несло тяжёлым духом сожжённых мертвецов. Выдирая зубы и слушая вопли, Дёма вновь начал плакать. Ему не верилось, что вот она, та женщина, рядом с которой он хотел провести всю свою жизнь, та самая, ради которой он готов был умереть. Но перед глазами всё стоял тот кошмарный кратер в самом центре пекла, тот ужас, что ждал его на дне, куда и утянет тяжёлый, бесконечно тяжёлый их сакулиный грех. И каждый раз, когда руку останавливали бессловесные причитания несчастной акулины, он вспоминал ту страшную яму и начинал с вновь появившейся мрачной решимостью выдирать ей зубы. А когда последний зуб упал в карман, Дёма расстелил на земле брезент и сапогами закатил туда обгоревшее тело ведьмы, обвязал верёвкой накрепко, один конец закинул через плечо и поволок к задуманному месту, к мельничному пруду неподалёку. Упакованная в брезент, беззубая акулина всхлипывала и что-то неразборчиво подвывала, но теперь, не видя её синих глаз, Дёма будто бы стал глухим. До мельницы не так далеко, однако ему, похмельному и уставшему, этот путь показался бесконечно долгим. Но вот и она, старая мельница вырисовывается лопастями в серой пелене начавшегося дождя. Сапоги скользили по отцаревшей земле, Дёма промок до нитки, однако с неутомимой решимостью волок на себе тяжкий груз. Дотащил брезентовый мешок до мельничного колеса, вытащил из кармана горсть зубов, высыпал их туда, только плюхнули, упав в воду за пруды. Зашёл сам по пояс, кое-как расшевелив ил, выкопал ямку на дне, а после погрузил туда мешок. Напоследок Акулина жалобно булькнула из мешка. «Не на, Ёма, я тебя лю!» Он придавил как мог ногами, но тело всё равно всплывало наружу. Благо на берегу нашёлся здоровенный булыжник. Его Дёма перевязал верёвкой, примотал к мешку и таким образом сумел кое-как погрузить его на дно. Сверху начал забрасывать сырой землёй, однако труп то и дело будто стряхивал с себя ил, вспомнился совет космача. Они тогда целый отряд фрицев порешили, а сами ту же точку заняли. Тела в реку бросили, а те, зная себе, по течению поплыли. Космач тогда их отчитал, на чём свет стоит, а потом пояснил так. «Ты, малой, ежели мертвяка утопить решил, ты ему лёгкий первонаперво вскрой, чтоб его воздух наверх не тянул». И Дёма принялся вслепую рубить лопатой то место, где, по его мнению, должна была находиться грудь акулины, грудь, которая снилась ему в долгих ночных бдениях с винтовкой в обнимку. Рубил снова и снова, погружая лопату во что-то хрусткое и мягкое, кажется, ему даже послышались всхлипы. Наконец, обессилев, он взобрался на берег и в который уже раз безудержно разрыдался. Смерти родных и любимых навалились тяжёлым грузом. Хотелось вытащить из воды акулину, броситься в ноги, вымолить прощение, забрать грех, но то и дело в тёмном зеркале пруда возникал водоворот той нестерпимо ужасной воронки на самом дне пекла. Внезапно из воды возникла девичья голова, облепленная мокрыми волосами. Над ухом прилипла улитка. При виде этой головы Дёма отпрянул назад. Выглядела башка страшно, полморды занимала ощеревшаяся крокодильями зубами пасть. «Чего тут забыл, знающий?» подозрительно прошипела вынурнувшая из пруда тварь. «На кой ты мне эту притащил?» «На кой? Ты кто такая?» бессмысленно переспросил Дёма, думая хвататься за клюку или за винтовку супротив такой нечисти. «На кой? Кто такая?» оскалилась всеми зубьями нечистая. «А ты что, на немцев работаешь? На жуков? А может и ты жук?» Фараонка погрузилась в воду и спустя мгновение вынырнула у самого берега, навалилась бледными сиськами на берег и клацнула челюстями у самой демьяновой стопы. Тот отдёрнул ногу. «Да на яких немцев заполошная? Я сам их партизан я, во! А это тогда кто?» Тварь дёрнула подбородком в сторону вновь всплывшего трупа. Чешуйки на её коже разгладились. Пасть приобрела обычный размер, и тут в очеловечившихся чертах её лица Дёма узнал «Нинка? Землянина Нинка? Ты чоль? Мож и я, а может и не я, всё жуки немецкие забрали». «Так и тебя фашист значит?» Дёма не договорил, в голове возникла идея. «Слушай, а можешь её у себя схоронить?» Он кивнул в сторону всплывшего на поверхность брезентового мешка. «И её-то?» Нинка совсем по-девичьей хихикнула. «А на кой?» «Так это, Нинка». «От немцев мы её прячем? От жуков, то есть?» «От жуков?» «От жуков схороню». «От них схороню». «Запрячут так глубоко, что никто и никогда не найдёт. Никто больше не тронет. Никто больше не будет своими пальцами». И, юркнув быстро под мельничное колесо, Нинка зацепила брезентовый мешок, навалилась сверху и принялась утрамбовывать его, вылистое дно, распугивая ленивых рыб и прочую живность. После выскочила из воды, всплеснув длинным хвостом, и села на мельничное колесо, то заскрепела под её весом. «Дякую, Нин!» поклонился в пояс Дёма, как учила Акулина. «А теперечше ещё вот чого запомни!» Он пожевал губами, формулируя мысль. «Кто бы сюда к Табье в пруд не залез, тот немец, понятно?» «Жук!» ощерившись, прошипела Нинка. «Жук, жук, самый натуральный!» «Всякий, кто полезет?» «Жук!» кивнул Дёма. «Жук!» прошипела фараонка, принимая новую истину за веру. Дёма только и смог что кивнуть на прощание, еле-еле скрутил обручальное кольцо с безымянного пальца, с трудом снял, будто пекло не желало его отпускать, снял и швырнул его подальше в пруд. А сам повернулся и быстро зашагал в сторону задорья, как-то постарчески опираясь на клюку, будто было ему не 17 лет, а полвека стукнуло. Мокрые от дождя и ставшие совсем седыми волосы топорщились в стороны, а взгляд его стал жёстким, угрюмым и нелюдимым. До следующей их встречи с Акулиной оставался 21 год. Тем временем в Беларуси прошлым утром началась масштабная операция «Багратион». Партизанские отряды навалились на фашиста единым фронтом, задержали немецкие подкрепления и отвлекли силы врага от Витебско-Оршанской наступательной акции, заманили гитлеровцев в непроходимое Бобруйское болото, советские солдаты наматывали на гусеницы танков чёрную со свастиками униформу под Полоцком, свистели над Крымом крылья ночных ведьм, стали могилой для тысяч душегубов, овраги вокруг Могилёва, трещали от снарядов стены Вильнюсской крепости, дымились развороченные башни хвалённых ягдпанцеров на подступах к Минску. Страна стряхивала себя захватчиков как насосавшихся, одуревших от выпитой крови блох, и всё новые и новые герои там, на фронтах, по высочайшей цене выкупали у войны победу.